Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа Город С. Сегодня ее веду я, Михаил Перепелкин. А в гостях у нас сегодня, мне кажется, удивительные люди, которых я вам с удовольствием представляю. Это Михаил Александрович Чириков, правнук писателя Евгения Николаевича Чирикова, создатель и руководитель литературного музея Евгения Николаевича Чирикова в городе Нижний Новгород. Сегодня он гость нашего с вами города. И Наталья Львовна Клячкина, профессор, внучка героя одного из произведений Евгения Николаевича Чирикова. Вот так получилось. Чуть позже мы вам расскажем. Наталья Львовна расскажет о том, как это получилось, как она об этом узнала. Ну и мне кажется, что удивительными эти люди могут называться еще и потому, что они не просто внуки и правнуки известных людей, а люди, которые помнят о своих предках, которые активно помнят. И нам об этом напоминают, нам рассказывают, потому что эта память имеет какие-то смысловые, в ней есть смысловые ресурсы. Так, мы с вами сейчас обо многом, наверное, поговорим, но первый вопрос я задам Михаилу Александровичу. Михаил Александрович, как вы узнали о том, что вы правнук писателя, о том, кто такой Евгений Николаевич Чириков, как впервые, не фамилии прозвучало, вы тоже навести эту фамилию, как вы узнали, чей вы потомок? Ну, слава Богу, что я жил в семье, где уже берегли память о Евгении Николаевиче Чирикове. Меня растила и воспитывала вместе с мамой моя бабушка, дочь писателя Валентина Евгеньевна, которая в 1948 году, возвращаясь из Чехословакии, привезла архив. И я помню еще с раннего детства, как я играл моделями пароходов, которые мастерил Евгений Николаевич, как я печатал сначала одним пальчиком на машинке, на котором создавались произведения Евгения Николаевича Чирикова. И вот эта атмосфера памяти, она вокруг меня была с раннего детства. И уже в старших классах школы, я помню, как записывал бабушкины воспоминания об отце, которые были напечатаны уже после ее смерти, но аудиозапись с первым магнитофоном, который у меня появился в доме, была связана как раз с воспоминаниями моей бабушки Евгения Николаевича. А потом после бабушки уже подхватила эстафету моя мама, которая уже серьезно стала обрабатывать архив, классифицировать и выходить с лекциями и выступлениями о жизни и творчестве Евгения Николаевича сначала в Нижнем Новгороде, потом в Москве и в других городах. А потом, когда в 2004 году открывали первую мемориальную доску писателю на улице Гоголя в Нижнем Новгороде, как-то так получилось, что ведущий этой церемонии предложил сорвать занавесочку мне, и у меня елкнуло сердце, что оказывается я не просто наблюдатель этого процесса, но я остановлюсь потихоньку его участников. Вот с этого момента я уже внутри этого процесса и этим очень увлечен. Вернемся немножко назад. А первое советское издание Евгения Николаевича старше вас? Оно мой ровесник. Как раз ровесник, потому что именно в 1961-1962 году выходит первый сборник повести и рассказов в московском издательстве, которое стояло всегда на полке нашего книжного шкафа. Ну и всегда бабушка говорила о том, что придет время, когда больше произведений и наследие писателя станет лучше известно, и читать будет уже современный читатель в современных 90-х, 2000-х годах. В общем, с того времени, как раз, когда и стали активно издавать его произведения. Ну и вот не могу не задать вопрос, а какой первый рассказ или какая первая повесть? Что первое вы прочитали из написанного прадедом? Ну, естественно, детская. Детская, потому что есть ряд стихотворений, рассказов, которые были написаны и посвящены моей маме, которая была маленькой, и дед ее воспитывал, и она жила у дедушки в Праге. И, например, стихотворения «Цирк» или «Про Олю и Колю» звучали для нее маленькой, а потом и для меня. Ну а из детских, наверное, «Хаврюшу», потому что, кстати, это тот рассказ, который сейчас вошел в хрестоматии для начальной школы. Дело в том, что этот рассказ был связан с историей моей бабушки, которые действительно хотели спасти бедного поросенка, но это не удалось, и бабушка потом не ела свинину из-за этого. Потому что это была реальная история детей писателя, которая переросла вот в рассказ, который я и прочитал в детстве. Ну а потом, конечно, уже в зрелом возрасте, это уже серьезно, и «Зверь из бездны» меня, конечно, потрясло, но это уже было, конечно, гораздо позже. Понятно. Наталья Львовна, ну а вот вы когда услышали эту фамилию, и вы услышали фамилию, или вы что-то прочитали, было ли у вас это советское издание писателя Евгения Николаевича Чирикова? Расскажите, как читатель. Ну, как читатель я впервые познакомилась с ним, когда дочь училась в шестом классе. Они проходили сказки именно по программе, по литературе. Там были именно чириковские сказки. Первый раз я услышала эту фамилию, но со своей фамилией я вообще никак не связала. Это произошло позднее, когда я стала изучать уже более в зрелом возрасте именно фамилию Ледер Клячкиных, Ледер это у меня по бабушке, я выяснила, что, оказывается, существуют некие фильетоны. — Мы чуть позже к этому вернемся все-таки, да? — Да, конечно, конечно. — Значит, вы услышали... — Услышала и никакого значения не придала этому просто. — Мало ли. — Фамилия, фамилия, да. Но сказки очень понравились, были очень интересные, увлекательные. И мы вместе с дочерью это вот читали. — Понятно. — Была такая первая. — Тогда вернусь вот пока к Михаилу Александровичу. Михаил Александрович, ну вот давайте немножко нашим зрителям расскажем о самом Евгении Николаевичу, потому что вы сказали, когда вернулись из Чехословакии, значит, а как там оказались, а почему вернулись, собственно, вот расскажите, да? Ведь когда-то это имя Евгений Чириков знали, не просто знали, да, там, сто лет назад, сто с лишним лет назад, это имя было известно, ну, наверное, ничуть не меньше, чем имена, там, Чехова, Бунина, Горького, Леонида Андреева, но потом почему-то какие-то имена остались, и их читали, в школе читали, да, студенты читали, а какие-то имена, так сказать, ушли вот на дно. Почему так сложилось? — Ну, здесь сыграла свою роль, конечно, история нашей страны, потому что если бы не 17-й год, который разделил и судьбу писать, или судьбу страны на до и после, так бы, наверное, Чириков и оставался одним из самых популярных, потому что вот по каталогам петербургских библиотек, недавно я смотрел, что Чириков был в десятке наиболее читаемых писателей, но приняв февральскую революцию и выступив против октябрьской революции, Чириков выходит с лекциями, где предупреждает о наступлении красного террора и открыто выступает против Ленина, несмотря на то, что учился с ним когда-то в Казанском университете, они были знакомы, вот, но, так сказать, идея и то, что даже не столько идея, сколько то, что произошло в России и куда это стало катиться, в конце концов, оно ужаснуло прежде всего Евгения Николаевича, сохранился даже его автограф, что я не понимаю, что происходит, по-моему, грядет большая катастрофа. И выступив открыто против Ленина, он получает от него записку «Евгений Николаевич, я уважаю ваш талант, но вы мне мешаете, я буду вынужден вас арестовать, если вы не уедете». Чириков уезжает из Москвы на юг, в Крым, в надежде, что как-то все там переждет эти события трагические, но не получилось, волна гражданской войны захватила, и сына забирают на фронт, потом младшего сына забирают на фронт, и уже с последним пароходом, причем не пассажирским, а грузовым пароходом, который перевозил уголь, его буквально вталкивают на этот последний пароход с одним маленьким саквояжем, и он оказывается в Константинополе, потом в Софии, и в 21-м году он получает приглашение чешского правительства работать и жить в Праге, ему выделяют стипендию, и вот за 10 лет его жизни, с 22-го по 32-й год, он еще успел в этот период написать 4 романа, вышло 4 сборника его повести и рассказов. А в перерывах надо было опекать Цветаеву? Естественно, и собирать семью, потому что он же один практически выехал, и вот это потихоньку собирание всей семьи большой Евгения Николаевича, оно тоже требовало больших моральных и физических сил, но в конце концов именно во Вшинора, где Марина Цветаева и живет, вся семья Чериковых собирается воедино. А потом вот 48-й год освобождения Праги советскими войсками, к этому времени Евгения Николаевича уже нет, в 32-м он скончался, так и не вернувшись на родину, о чем он мечтал. Хоронен в самом центре русского кладбища. Прямо около церкви Успения Пресвятой Богородицы, можно узнать его легко могилу по скульптуре девушки, лицо которой обращено в сторону России, как мечте вернуться на родину, которой не суждено было сбыться. Ну а вот в 48-м году первый эшелон репатриантов возвращается в Советский Союз, и с первым эшелоном возвращается моя бабушка с двумя дочерями, вот с мамой и с моей тетей Ириной, и они приезжают в город Горький по хлопотам Екатерины Павловны Пешковой, которая помнила Чириковых еще по и Нижегородскому, и Самарскому периоду. Все это было очень тесно связано, и она выхлопотала разрешение жить в городе Горьком. Теперь вот мы уже горьковчане-нижегородцы. То есть вас Екатерина Павловна поселила? Да, да, практически да. Ну вот и с этого момента начинается, потом еще второй сын Евгений Николаевич возвращается, уже в 50-е годы, а часть семьи уехала за Людмилой Чириковой, вот в которой был влюбленный Билибин, и которая была помощницей Марины Цвета, иллюстратором ее книг. Она забирает вот маму родных к себе в Америку, и там они вот уже живут до конца своих дней. Понятно. Наталья Волловна, ну вот теперь самое время, мне кажется, рассказать, как вы узнали о том, о том, что, значит, вот прадед Михаил Александрович написал повесть, фильеттонные повесть, героем которых стал ваш дед, Михаил Абрамович Клячкин. Как это получилось? Ну, я давно занималась историей семьи, ну, как-то все урывками, обрывками, а тут в 16-м году у меня произошла такая, перелом в моей жизни, и я решила оставить после себя книгу внукам. И занялась вплотную фамилией. Я знала, что существует такой журнал «Жизнь», где есть фильеттон, но только знала. Я засела в библиотеку, нашла этот фильеттон, впоследствии я нашла и сам журнал, приобрела его на аукционе. Вот. Потом Михаил мне подарил, спасибо ему, этот журнал. Вот. Таким образом, вот я узнала об истории прочитали фильеттоны Ильи Николаевича, и вдруг... И вдруг я увидела фамилию вот именно Клячкина, и что это Сенгелеевские горы, и потом это все переросло в рассказ. И тут я стала копаться, искать, кто же такой Чириков уже более предметно, и стала узнавать, есть ли у него дети у Чирикова, есть ли правнуки, внуки, ну, то есть историю всей семьи. И случайно в ВКонтакте я увидела эту фамилию Михаила, и я ему просто написала. Написала, вы не тот ли правнук, или предок которого был у вас вот Евгений Николаевич. Ну и Миша так очень как-то быстро на это откликнулся, ответил, и мы в 19-м году собрались и поехали в Нижний. И таким образом вот мы и встретились. Это было как раз 155 лет Евгения Николаевича. Ваши предки встречались, вы знаете вот что-нибудь о их встрече физической, непосредственной? Ну, вот этого я как-то не знаю. Ни писем, ничего не сохранилось. То есть Евгений Николаевич знал о том, что есть такой доктор Клячкин, историю там Сенгелеевскую, которую он написал в своей повести о влачине Межгор. А встретились правнук и внучка. Да, но я думаю, что они тоже встречались где-то. Я думаю, что да, потому что когда Евгений Николаевич готовил материал в защиту доктора Клячкина, конечно, нужно было собрать максимум доказательств и фактов, которые бы смогли защитить этого замечательного доктора, легендарного, который, как выяснилось. Михаил Александрович, ну расскажите вот о Самаре. О Самаре и в судьбе Евгения Николаевича, потому что она не просто была в его судьбе, она сыграла, как в судьбах многих других, кстати, его современников, Горького, который говорил, что он родился, как писатель, в Самаре. И в жизни Евгения Николаевича Самара тоже сыграл свою роль. И как вы познакомились с нашим городом, и что вы делаете здесь сегодня? Да, действительно, Самара – это такой важный эпизод и период жизни Евгения Николаевича, когда он приезжает сюда в 1894 году из АллатРи. До этого вот он женился в Казани, и АллатРи – это был такой первый семейный приют и уют, который они обрели в семье. И там родилась дочка Зоя, которая, к сожалению, недолго прожила, скончалась от болезни, как написано, от дизентерии, но тогда все писали о дизентерии. И тяжело было уже жить в АллатРе, такая трагедия в семье. И они приезжают сюда, в город Самару. И здесь родилась Новелла, старшая дочь писателя, Новелла, которая стала потом замечательной актрисой, работала и служила в нашем Нижегородском театре, драматическом театре, прожила очень долгую жизнь, последовала за отцом со своей семьей в Чехословакию. Вообще это целая тоже история ее жизни, которая достойна отдельного романа. Ну, а литературная работа была связана с двумя самарскими газетами. Это «Самарская газета» и «Самарский вестник», куда Евгений Николаевич переходит работать вместе со своим Шурином, Михаилом Григорьевым. Это была, насколько я знаю, первая легальная марксистская газета, в которой публиковались и статьи, в том числе Владимира Ильича Ленина. Она чуть позже станет легальной. А вот это был вот такой переход таких революционного настроя сотрудников, которые издавали эту газету. И этот период еще был связан не только с публицистической деятельностью, с литературной деятельностью, но еще с очень интересными ассамблеями Тейтеля, где собирались и писатели, и журналисты, и художники, которые спорили на разные темы. Это был тоже невероятно интересный такой вот феномен культурной жизни Самары. Ну и поэтому, наверное, когда Евгений Николаевич уже уедет из Самары, в 1895 году здесь останутся друзья и останутся связи. Да, да, да. И потом даже, когда уже Евгения Николаевича не стало, Тейтель очень хотел найти Евгения Николаевича, но разыскал Валентину Георгиевну уже после его смерти. И у нас в архиве хранится книга Тейтеля, где он сделал очень трогательную, очень теплую надпись с воспоминаниями о встречах здесь в Самаре. И вообще в этой книге Тейтеля целая глава посвящена Евгению Николаевичу, прекрасный портрет, не только как писателя, но как человека. Прекрасно показан характер Евгения Николаевича, такого спорщика, который любил отстаивать свою позицию. И эти столкновения были очень такие интересные, необычные. И Тейтель всегда очень поддерживал такие дискуссии. Поэтому вот Самара в этом плане очень интересна. А вообще в истории нашей семьи еще Самара связана с братом писателя Алексеем Николаевичем Чериковым, полк которого, он был военным, и полк которого квартировался в 1904 году здесь в Самаре. Ты даже сфотографировался? Да, вот у меня фотография это здесь. Я с удовольствием ее покажу. Где последняя перед отправкой на фронт русско-японской войны Алексей сфотографировался здесь в Самаре в фото от Ильи Фердмана. И очень интересная биография. Буквально недавно я разыскал историю судьбы этого фотографа. И вообще с Самарой связано три имени фотографов. Это Васильев, дом которого мы в прошлый приезд нашли, и где это было фотоателье. А Фердмана, вот не знаю, надо будет поискать, потому что это для меня новая информация. И Фишер, он же тоже отсюда, из Самары. И у нас есть фотография, которую Евгений Николаевич подарил Антону Павловичу Чехову на память, как раз работа Фишера уже в Москве снятую, а корни-то тоже самарские. Поэтому вот такие ниточки очень интересные, семейные, литературные. Понятно. И даже артефакты, которые пришли из Самары в наш архив. Я знаю, что сегодня вы уже устроили встречу Михаила Александровича со студентами колледжа. Расскажите, как они слушали, какие вопросы, может быть, задавали. Да, мы были в Самарском филиале. Там была презентация об Алексее Чирикове, это мореплаватель. Ну и студенты очень вдохновенно, очень интересной им была такая презентация и фильм Миша показал. Ну, слушали с большим интересом, конечно, это очень... Нужны такие встречи именно с предком, именно с правнуком. Вообще, это было мое обещание, потому что в прошлом году я участвовал в Ял-фестиван, в котором участвуют курсанты всех речных училищ России. Да, и Самарского филиала. И выступают, да, в том числе Самарского филиала. И когда я выступал там перед ребятами с темой пароходы в жизни и творчестве Евгения Николаевича Чирикова, а у него невероятно интересная информация о пароходах, о жизни, о судьбе капитанов, о матросах, о бурлаках, о мартышках, которые тут неподалеку от Самары жили и так далее. Для ребят это было открытие творчества Евгения Николаевича. Но когда мы расставались, они говорят мне, вот хорошо бы вы приехали и еще рассказали про экспедицию Беринга и Чирикова, о камчатских экспедиях, где из рода Чириковых, мы все принадлежим этому большому, очень древнему роду, было бы очень интересно рассказать. Вот я наконец выполнил свое обещание. Прекрасно. И теперь я спокоен, что все рассказал. Вы создали в Нижнем Новгороде музей. И я знаю, что этот музей активнейшим образом работает. Мне кажется, что вы проводите экскурсии больше, чем, наверное, десяток музеев России. Я вижу в «Контакте» регулярно. Интереснейшие, конечно, совершенно потрясающие экспозиции в музее, потому что много автографов, автографов великих. Это и Шаляпин, и уже названные нами Марина Цветаева, и Бунин, и так дальше. Почему вы сейчас в Самаре, и что будет дальше через три дня, через четыре, расскажите. Действительно, музей очень бурно развивается, ведет очень активную работу, вот, кстати, о докторе Клячкине. У нас тоже есть отдельная экспозиция, где представлен этот фильетон, этот журнал, его фотография. И что тоже мне очень ценно, что Наталья передала в дар нашему музею нотную тетрадь романсов на музыку Петра Чайковского с его автографом. И это невероятно ценный экспонат. А потом как-то к этому добавились медицинские инструменты какие-то, которые земский доктор должен был иметь всегда при себе с тем, чтобы помочь больным вот в русской глубинке. Поэтому у нас вот тема доктора Клячкина, историю этой семьи тоже представлена. А сюда я привез автографы. И действительно, вы правильно говорите, что у нас большая коллекция автографов. Вот у меня здесь с собой автограф Федора Ивановича Шаляпина на знаменитой фотографии русских писателей, участников Телешовских сред. Здесь мы видим и Бунина, здесь мы видим Максима Горького, и Шаляпина, и Леонида Андреева, скитальца Николая Дмитриевича Телешова. Все они оставили свои автографы на книгах и на портретах, и вот на таких вот открытках. И здесь вот этот автограф Федора Ивановича Шаляпина, который является частью большой выставки, которую я привез в Самару, который называется «Уникальные автографы в семье писателя Черикова». И там можно посмотреть и автографы Сергея Рахманинова, Сергея Коненкова, художника Фершина, Марины Ивановны Цветаевой. То есть вот тот цвет русской интеллигенции, который представлял круг общения Евгения Николаевича и его детей. Перед вами лежат книги. Вот кроме активнейшей музейной деятельности, мне кажется, что сегодня трудно назвать какие-то другие примеры такой активной издательской деятельности, деятельности, к которой вы имеете самое прямое отношение. Вот расскажите о новой книге, наверное, которая только что, я так понимаю, вышла. Да, да, только что вышла. Буквально в прошлом году, вообще издание книг Евгения Николаевича, почему я в это активно включился, потому что у нас же в семье находятся все дореволюционные издания. То есть это старый шрифт. Это 16 томов. Да, да, это 17-томное собрание сочинений. Все в старом шрифте. И все в таких довольно разваливающихся книжечках, с которыми надо очень аккуратно работать. И вот большой работой было перевести это все в современный шрифт, в Word, с тем, чтобы издатели уже могли получить готовый текст. Это было условием. И первое, что выходит не в Нижнем Новгороде, в 2000 году выходит роман «Зверь из бездна», сначала в Минске, потом в Санкт-Петербурге академическое издание. И как-то на этом немножко остановилось. И я вот подхватил в эстафету и Минск моего дяди Евгения Евгеньевича Чирикова, который первый открыл этот роман для современного читателя, и Марии Викторовны Михайловой, которая подготовила академическое издание Чирикова в Петербурге в 2000 году. А потом много чего туда не вошло. И вот постепенно выходит его публицистика, том «Тихий омут» и два тома публицистики. Выходит «Отчий дом» в Москве, с которым тоже я активно работал. Кстати, «Отчий дом» в 2010 году был признан одним из 100 лучших книг года. И была мысль продолжить это издание. И первое, что мы издали большим таким форматом, это «Волжские рассказы и сказки». Причем хотелось сделать эту книгу не просто текстовой, а сделать ее говорящей. Поэтому там кваркоды, по которым можно навести телефон и послушать эти рассказы вживую. Там есть и видео, где я читаю рассказ на стоянке. Там же карта старой Волги, то есть той Волги, которая была при жизни писателя еще до строительства всех водохранилищ. Она моментально разошлась. И, к сожалению, я ее не мог уже привезти в Самару, потому что этой книги уже нет. Потом вышел большой сборник в Петербурге детских рассказов и сказок. Тоже я готовил эту книгу к изданию. А издал издательство «Мамата» в Санкт-Петербурге. И вот прошлый год у нас ознаменовался тем, что мы издали двухтомник, то есть все четыре части романа «Жизнь Тарханова», который в основном посвящен Волге и жизни волжской интеллигенции, вообще русской интеллигенции, начало 20-го года. Михаил Александрович, у нас минутка осталась. Скажите, пожалуйста, нашим зрителям, вот с чего бы вы посоветовали им начать знакомство с творчеством Евгения Николаевича? Вот буквально два слова. Я хочу сказать, что это зависит от возраста. Детям я бы начал, тоже как вы говорите, с детских сказок и стихов, в более зрелом возрасте прочитать «Жизнь Тарханова», потому что это любовь, это нежные чувства, искренность. И еще в более зрелом возрасте, когда уже мы начинаем осознавать происходящие исторические события, прочитать роман «Отчий дом» и «Звери с бездны». Главное для вас «Отчий дом» — «Звери с бездны»? — «Звери с бездны» более важный, потому что он отличается от всех романов о гражданской войне, которые были написаны, и дает психологическую картину перерождения человека как личности. То есть ничего подобного у других писателей встретить было нельзя. Ну и вот «Эхо войны» — это вот издание этого года, поскольку в этом году 110 лет начала Первой мировой войны, тоже книга, которая заставляет нас задуматься о том, что происходит в сегодняшние дни. — Наталья Львовна, вот буквально несколько слов о той программе, которая после Самары будет вами предпринята. Вы едете дальше в Сенгелие. — 21-го мы выезжаем в Сенгелие, два дня нас принимает библиотека и краеведческий музей, далее мы передвигаемся в Ульяновск, там у нас тоже библиотека и филармония нам делает вечер, и дальше мы заканчиваем в Казани, там у нас три музея. — Вот этот интерес жителей Казани и Ульяновска, с чем он связан, с вашей точки зрения, интерес к творчеству писателя, имя которого долгое время отсутствовало? — Ну я думаю, то, что мы представляем вот этого писателя, Михаил представляет, я стараюсь это представить, и потом вот эта вот связь людей, двух людей, все-таки они хватаются за то, что Чириков и Клячкин, поэтому вот эти две фамилии, они как бы в совокупе, поэтому людям интересно это слушать. — Большое спасибо, дорогие друзья, я бы хотел сказать от себя, что вот мое знакомство с творчеством Евгения Николаевича Чирикова открыло мне, мне кажется, совершенно другую Россию и другую литературу, взвешенную, очень-очень трезвую, очень такой неторопливую, это стремление разобраться в каких-то не самых простых ситуациях исторических, которые наша страна переживала. Я очень рад, что мы сегодня встречаемся с Михаилом Александровичем, с Натальей Львовной. — Спасибо. — Надеюсь видеть в гостях в Самаре, в нашем литературном музее, Михаил Александрович, дальше с экспонатами, с новыми изданиями. Большое спасибо за то, что вы сегодня были в гостях у нашей программы, в эфире была программа «Город С». Михаил Перепелкин был с вами. Всего доброго, до свидания.